Комиссии должны сделать все для того, чтобы предотвратить подобный сценарий развития событий. В этом же письме покидающий вскоре пост главы Сахнута Щеранский отмечает, что если такой закон будет утвержден, это в конечном итоге может сыграть на руку тем, кто призывает к бойкотам Израиля. Особенно острые разногласия, считает Щеранский, вызывают параграфы закона, касающегося статуса государственного языка и создания населенных пунктов, предназначенных для определенных этнических либо религиозных групп населения. Об этом сообщает наш корреспондент Бенни Тайтельбойм. И о погоде. Завтра и в пятницу без существенных перемен. В субботу небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме от 18 градусов ночью до 29 завтра днем. В Тель-Авиве от 26 до 29, в Хайфе от 23 до 28, в Галилее от 18 до 28, на Галанах от 20 до 33, в районе озера Кенерет от 25 до 37, в районе Шфила от 24 до 31, в Бершаве от 22 до 33, на побережье Мертвого моря от 28 до 38, и в Айлате от 27 градусов ночью до 39, завтра днем. Высота волн в Средиземном море от 90 до 180 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Резонанс» с Юлией Цодекс. Канрека. Здесь и сейчас. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Резонанс» в студии звукооператор Михаил Ольшванг, редактор программы Лена Русовская, у микрофона Юлия Цодекс. И мы сегодня поговорим на разные темы, которые волнуют наше общество и не только наше. Все, можно сказать, мировое сообщество тоже. Начнем мы с темы, которая называется «Сексуальное домогательство. Предотвращение сексуальных домогательств». Дело в том, что закон о предотвращении сексуальных домогательств был принят к Нестам в 1998 году, уже 20 лет назад. И цель его была наложить запрет на сексуальное домогательство, дабы защитить достоинство женщины, ее свободу, неприкосновенность ее частной жизни и упрочить равенство между полами. В общем, с тех пор, и не только с тех пор, еще до этого тоже, все время пункты закона подвергались обсуждению в обществе, в разных аспектах. И вот на прошлой неделе прошел очередной такой взрыв, общественный резонанс. Интервью инициатора закона, доктора Урит Камир, с журналистом и публицистом Ари Шавитом. В газете «Ха-Арец» было напечатано это интервью. Собственно говоря, Ари Шавит сам в прошлом был журналистом и публицистом газеты «Ха-Арец» и был очень знаковой фигурой в израильской масс-медиа. Затем он был обвинен в сексуальных домогательствах и, в общем, перестал писать на страницах этой уважаемой газеты. Интервью вызвало действительно широчайший резонанс. И вот обо всем, об этом мы сейчас попробуем поговорить с моей собеседницей, адвокат Виктория Гольцман у нас на линии. Виктория, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте начнем вообще с действительно того, о чем говорит закон о сексуальных домогательствах, что там, так сказать, в нем... Что в нем, в принципе... Да. Что это, в принципе, такое, конечно. Ну, во-первых, я хочу сказать, что на самом деле израильский закон считается одним из самых жестких в этих вопросах. И благодаря Юрит Камир, которая, в принципе... Орит Камир, Юрит Камир, которая, в принципе, ее статья в свое время повлияла на то, что и Эль Даян провела этот закон, жесткий закон, который, в принципе, была... Задача, как вы сказали, защитить достоинства женщин, как граждан, как человека, как личность. И начнем с того, что, в принципе, закон, прежде всего, указал некоторые моменты, которые являются... Уже были частью закона о... Закона о... Закона о преступлениях... О преступлениях уголовных. Допустим, то, что мы называем с хитабой юмим. Вымогательство и угрозы. Правильно? Да. То есть, в принципе, в этот момент это была та точка, которая указала, что именно сексуальная подоплека этого нарушения, оно будет являться частью этого закона. Или, допустим, то, что мы называем асимигуним. То есть, именно какое-то действие, которое является собой, оно существовало много лет в законе, как частью закона, куда-то, хокауншим нашей, но в какой-то момент он стал, действительно, то, что называется, выкрестываясь. И вывели его, вывели его, поставили его в центр, чтобы можно было определить, какие действия можно отнести к действиям эгуним, действия, которые имеют социальную подоплеку. Следующий пункт закона, он вызвал в свое время много конфликтов. Вообще, как он должен был определён, по какой причине он должен определён, и как вообще его использовать. По той простой причине, что он говорит о том, что то предложение, в котором есть какое-то сексуальное подоплека, которая обращена к человеку, и который указал, что он недоволен, не согласен или недоволен этим обращением, особенно в тех случаях, когда есть и Хосе и Марут, то есть какое-то отношение. Вот, допустим, начальник и подчинённый. Да, начальник и подчинённый, студентка и профессор. Или в случае Шавита мы говорим о том, что журналист с большим стажем и начинающая журналистка. Кстати, по поводу именно этого, именно этого пункта закона возникло много непонятных отношений, особенно то, что часто к этому относятся с таким, как будто это убило нам романтику. Да. И вот романтика, вот это вот очень интересный момент, что даже в этом последнем интервью Ритка Мира отнеслась к этому. Сказала, что, в принципе, предложение о сексуальных отношениях в каком-то нормальном аспекте, в каком-то русле, может быть, даже во время собеседования, она вполне легитимна и не запрещена. Но, опять же, нужно достаточно быть чётким и определить эти границы, когда это является просто предложением. Как, допустим, юноша предлагает в баре девушке познакомиться и продолжить контакт. На какой момент это перестаёт быть простыми отношениями и становится более жёсткой, которая переходит эту границу, когда мы можем говорить о сексуальных домогательствах. Скажите, вот закон об этом чётко говорит или в каждом отдельном случае, в общем, судьи решают уже? Значит, закон, во-первых, говорит о том, что да, если к тебе обратился и тебе дали ясно понять, что ты не заинтересован, то да, конечно, в общем-то, дальше всё это продолжается, мы приходим на более уровень запрещенных отношений, запрещенных предложений. Конечно, очень трудно понять, что значит ясно дали понять. То есть, если человек, если в какой-то ситуации, допустим, в обычных наших отношениях к тебе обращается человек на улице, а ты его ставишь на место и говоришь ему нет или так далее, и так далее, конечно, гораздо труднее это определить, когда отношения имеют более стёртые границы. Допустим, то, что вы и сказали, работодатель, работодатель или подчинённая. Нам, конечно, известный Псагдин, который в своё время заключение Шофет и Тварда веркли вне, которая, в принципе, установила о том, что когда действительно отношения между работодателем, подчинённой или двумя сотрудниками могут являться сексуальным домогательством, когда это просто, может быть, какие-то отношения, которые просто не были определены, или границы были не поставлены чётко. Но на самом деле закон не заканчивается. Если вокруг этой темы, когда ясно или не ясно, есть много изменений в последнем, есть много исков и много постановлений, то последнее изменение закона, это несколько последних изменений закона, допустим, если персум, тапслюм, фотография или сертон, или сертон, или фотография, или видео, и так далее, и так далее, которые отмечают именно сексуальное отношение человека, или сексуальная практика, является, конечно, может считаться как отродоминит. Вот мы несколько месяцев назад все были, все смотрели, все смотрели, все были участниками обсуждений, можно ли отправлять бы в WhatsApp и так далее, и так далее. Но это имеет смысл сказать, что даже если я получила такой сертон, и я бы передала дальше, то я уже, в принципе, нарушила этот закон. И вокруг этого возникают немало вопросов. Потому что если я открыла и посмотрела, и переслала, если я получила, и так далее. То есть хорошо, что это мы, взрослые люди, это прекрасно понимаем. А что, если делать? Речь идёт о подростках. То есть недостаточно, недостаточно. Даже генеральный директор Министерства просвещения сегодня говорил об этом, что всё это переходит в социальные сети, и это действительно огромная проблема, с которой сейчас придётся всем сталкиваться. Это очень важно. Да, конечно, потому что социальная сеть — это то, что называется в Халиотке Карашук, это городская площадь, и на городской площади. Но, в принципе, в какой-то мере нужно понимать, что когда мы выходим за пределы нашего дома и за пределы нашей частной жизни, мы должны понимать, что кто-то нас там всегда может или записать, или посмотреть, и так далее. Как это ничего не поделаешь, сегодня у нас абсолютно другая система. И поэтому действительно то, что пыталась, на мой взгляд, сделать у Ритка Мира в этом собеседовании, в этом интервью, — это говорить о том, что пытаться сделать какой-то момент, какой-то изун, какую-то золотую середину, как правильно выслушать баланс, и как-то действительно сбалансировать это. Насколько я видела в ее уже, так сказать, последующей заметке, она говорила, что это же, есть же люди, десятки, и, так сказать, она приводит их имена, которые никогда не извинились за то, что они сделали. Да, и с ними она бы не делала бы интервью. И вот в этот момент то, что ее как-то привлекло внимание ее, это именно сообщение Шабита о том, что он действительно раскаивается, и он сделал хэш-бомный фэш. Но, если честно, мое личное мнение, и я, в общем-то, в какой-то мере даже согласна с благосферой о том, что немножечко рановато эти... То есть у Рид Камир, в общем-то, вызвала критику, потому что она действительно вот это довольно-таки обширное интервью с человеком, которого обвинили в сексуальных домогательствах, да, пусть даже он извинился, потому что она, вот, инициатор закона, феминистка, в общем-то, так сказать, пошла на этот, ну, компромисс собственной совести. Да, это как бы делка с дьяволом такая-то в какой-то момент. Ну, в общем-то, мне кажется, что две основные причины, по которой критиковали у Рид Камир, это, да, действительно, что она как бы ушла со своих позиций, дала возможность человеку, который повел себя некорректно, назовем это таким образом, по отношению к молодой журналистке, дать ему возможность выговориться. Не просто какое-то интервью, а с человеком, который считается столпом феминистского движения и так далее. И, с другой стороны, что в какой-то мере возникли много теорий конспирации на этом деле, что вот два человека, которые, может быть, были знакомы и так далее, и так далее. И вот решил один другому помочь. На самом деле, я понимаю, на этот счет, мне кажется, что все-таки мне, мне кажется, что в этот счет у Рид Камир, действительно, зная ее статьи, слышая ее не один раз, я могу сказать, что, на мой взгляд, действительно, это была абсолютно искренняя попытка выслушать человека. На мой взгляд, это было сделано очень рано, потому что, на мой личный взгляд, опять же, это не взгляд юриста, это, скорее, взгляд женщины, что, мне кажется, что такой человек должен подумать, и, конечно, конечно, не первый раз после столького молчания, почти два года, получить несколько, аж четыре страницы в одном из главных предложений газеты «Артс». И, конечно, есть о чем говорить. Нужно обсуждать это не один раз, и нужно понять, когда должны люди вернуться в общество и вообще являться теми, кто влияет на наши умы, на наши сердца и на наших детей. Потому что речь не идет о каком-то юноше, 16-летнем, который находился на себе и не так понял, я ни в коем мере не оправдываю это, это другой вопрос. Но, опять же, человек, который имел за собой большой кредит, который себя считает феминистом, и он не понял, что девушка не заинтересована в его намерениях. В общем-то, мне кажется, немножечко это странно. Это немножко напоминает последнюю историю с Хаймом Рамоном, на которую у меня гораздо более жесткое мнение, что я, конечно, понимаю, что человек, но человек, в общем-то, даже не извинился. Он не считает, что он поступил как-то неправильно. Хотя и отбыло наказание, в общем, посуду. Ну да, он отбыло наказание, но не извинился он в любом случае. То, что человек отбыл, это одно дело у нас. К сожалению, есть не один раз, когда человек отбывает, как бы отдать долг обществу, это не только закончить, это не только сидеть, это понять, что ты действительно сделал что-то и что-то повлиял. Тем более от человека, который имеет большое влияние. В любом случае, мне кажется, что то, что сделала Ритка Мир, на мой взгляд, есть большой плюс. Во-первых, показать о том, что эта тема не закрыта, эта тема не должна продолжаться, это тема, которую мы должны постоянно помнить. И прежде всего в отношении наших детей. По той причине, что мы должны воспитывать наших мальчиков так, чтобы они понимали, что женщина это тоже человек, как бы это ни казалось, может быть и странно. И девушка, и перестать понять, у каждой есть свои желания, свои требования и свои претензии. Есть, конечно, границы. И до тех пор мы это, пока мы не начнем об этом говорить спокойно, достойно и так далее, я не сомневаюсь, что такие интервью не будут вызывать у нас резонанс, и правильно, что они это делают. Ну, то есть 20 лет это еще не очень большой срок для того, чтобы, в общем, общество это все впитало, да, эти ценности и начало на это нормально реагировать спокойно. Ну да, я думаю, что, конечно, общество должно начать с того, чтобы женская зарплата была не третьей, чтобы являлась нормальной по отношению к мужской. И если кто-то думает, что мы живем в веру постмодернизма, то я хочу его разочаровать, мы еще далеко не там. Мы прошли какой-то этап, но, к сожалению, мы еще не на том уровне, где мы можем сказать, абсолютно равны. Виктория Гольцман, адвокат, огромное вам спасибо. Большой, хорошего вечера. Всего доброго. Кандрека. Спонсор рубрики информации о ситуации на дорогах. Торговая марка «Абалонь» поздравляет своих почитателей с долгожданным футбольным праздником. Смотрим футбол с безалкогольным пивом «Абалонь». Желаем вам приятного просмотра. Сообщение о происходящем на дорогах. Шоссе Аждот-Ашкелон загружено от развязки Аждот в направлении перекрестка Ган-Явна из-за аварии. Северный Илон перегружен от развязки Холон до Орлозера в южном направлении от Роках до Лагвардия и от Вольсон до Довхоз. Прибрежное шоссе в северном направлении загружено от Ришпон до Института Вингейта. Эти и другие сообщения о состоянии дорожного движения по телефону звездочка 9550. Программа «Резонанс» с Юлией Цодекс. Кан Река. Здесь и сейчас. Чемпионат мира по футболу, проходящий в России, как известно, движется к своей развязке, но есть интригующие события, которые происходят вне футбольного поля. В частности, известное российское издание «Московский комсомолец» опубликовало статью писателя Платона Беседина, которая называлась «Время шлюх. Россиянки на Мундиале позорят себя и страну». Впоследствии Платон Беседин сказал, что заголовок был не его, заголовок придуман, был редактором. Но в целом содержание статьи вполне соответствует тому, что было вынесено в заголовок. Девушки российские продажные, и они вешаются на иностранцев. Многие россиянки ведут себя как шлюхи. И подобная картина во всех городах нашей родины, пишет автор, которым выпало принимать Мундиаль. Ну и, в общем, этот материал вызвал бурю возмущения и негодования в российском сегменте социальных сетей и не только, кстати говоря, российских. Были реакции депутатов городской думы, Екатеринбурга в частности, который обращался к девушкам и говорил, что помните, что чемпионат мира пройдет, иностранцы уедут, а вы им нужны только для сиюминутных утех. И нужно здесь продолжать оставаться жить с русскими мужчинами. Ну, в общем, все это было достаточно оскорбительно. Бурные эмоции и в российской, и израильской тоже блогосфере. У нас на линии Ася Истошина, руководитель проекта «Индекс безопасности женщины». Ася, добрый день. Добрый день, Юля. Ну, вот такие возмутительные совершенно вещи происходят в российской прессе, в частности. Вот эта статья в московском комсомольце. Вам кажется, вот если сразу мы это перенесем на наши рельсы, у нас бы это могло такое произойти? Или мы все-таки немножечко в другом состоянии находимся, положении? Вы знаете, Юля, мне кажется, тут есть несколько аспектов. Один, так сказать, физический, другой метафизический. Вот с чего начать, да? То есть начать можно действительно о том, как реагируют. И я с удовольствием про это поговорю. И мне кажется, началось это еще даже до беседины, потому что начали в соцсетях появляться какие-то такие возмущения и обиды, и претензии, что же делать бедному Васе, почему на него, значит, не смотрят. И вот потом появилась эта статья. Теперь, мне кажется, что очень интересный здесь момент. Дело даже не в том, что, значит, конечно, это и оскорбительно, и уничижительно по отношению к женщине, но то, что московский комсомолец вот так вот, знаете, широкими мазками раскрыл эту тему, мне кажется, что это не случайно. Потому что, конечно, мужчинам было обидно. Вот, так сказать, они привыкли, что женщины только бегают в спортзал, там, не знаю, красятся, и, так сказать, ходят в физических юбках, и, как бы, на маломальского какого-то мужичка, там есть 10 женщин, которые ждут, пока он на них обратит внимание, так, как было бы в их сознании. А тут приехали какие-то иностранцы, все на них бросились. Обидно, ничего не скажешь, да? Но почему московский комсомолец, да, в каком направлении взял? Ну, это, знаете, строение нации. То есть они говорят, наших женщин, значит, как бы, вот они уходят в другим. Отнимают, да. Отнимают, а наши женщины, значит, вот устроили такой шейминг, вот же позор какой и так далее. То есть что мы прослеживаем во всей статье, это вот наша русская гордость. Образ России за рубежом. Как нас увидят? И это, как бы, мне кажется, что вы уж меня простите, да, но это как голос Кремля, да? Это, то есть, что пытаются нам сказать? Это пример того, что вот нельзя с чужими, да? И если, возвращаясь к вашему вопросу, может ли это происходить здесь? В массовом порядке, конечно, нет. Но у нас есть замечательная организация ЛАВА, да, как известно, которая тоже борется с тем, чтобы вот не было ассимиляции, чтобы, не дай бог, с ней время там или были отношения, или там замуж, включая, причем, очень такими агрессивными и жестокими методами. То есть это, или там, я не знаю, какие-нибудь белые мужчины в Америке, которые убивали, линчевали негров за то, что вот они осмелились поговорить там с белыми женщинами, и у нас там суданцы, вот, значит, в пятах тиквы убили. То есть такие примеры есть, и вот это ощущение, что границы нации проходят в рамках, да, так сказать, там только отделяют от поражения женское тело, это, как бы, мне кажется, достаточно универсально. Да. Ну и вот все, и, так сказать, все бурлят, да, то есть и Россия, и Израиль, и, собственно говоря, что говорят, что говорят та сторона и другая сторона, как вы это можете, так сказать, промониторить? В смысле, что говорят в Израиле, что говорят в России? Нет, нет, что говорят, ну, возможно... Женщины и мужчины? Да, женщины и мужчины. Это так разделяется именно по... Ну, вы знаете, я не знаю, но, как бы, ну, я бы хотела думать, что говорят приличные люди, и, так сказать, да, вот, потому что, мне кажется, мужчины, в общем, многие наверняка и выступили, и есть же заявление, да, кститесь вообще, о чем идет речь. Но, да, что говорит, собственно, Бещевин прекрасный, да, которого вы упомянули, он говорит, что, значит, как же так, там женщины не отстают, готовятся к визиту шведов, да, а местные девицы воспринимают визиты иностранцев, как последний шанс познакомиться с ними и изменить их жизнь. То есть я пытаюсь представить себе какую-то обратную ситуацию, да, и как ужасно. Значит, сидит такой российский мужчина, а к нему, Юль, подходит, значит, какая-нибудь там шведка очаровательная или горячая испанка и говорит, милый, какой ты симпатичный, хочу с тобой ночь провести, или еще лучше забрать тебя к себе в Швецию. А мужчина такой, нет, вот как Бещевин говорит, у меня есть социальная ответственность, я патриот, я привержен чистым идеалам, спать с тобой не буду и в Швецию не поеду. Ну, кажется, вам реалистичнее? Да, нет, абсолютно не кажется. Нет, никак, да, вот мне тоже не кажется. Да, 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 мне тоже не кажется. А женщины, наоборот, русские, они обрадовались. Почему? Они, мало того, обрадовались болельщикам иностранным, но вы знаете, мне кажется, вот как я вижу по соцсетям, они обрадовались еще больше тому, что мужики заволновались. Потому что, как бы, очень долгое время, вот как они пишут, я, знаете, читала, прямо было очаровательно. Значит, мужчина пишет, например, на сайте знакомства. Ты, тебе 25 лет, значит, вот я даже выписала себе, ты спортивная, с третьим размером груди, со своей квартирой, умеешь готовить блюда русской, итальянской, японской кухни. Обо мне Витек. Да, как бы, и, и, вот, да, то есть женщины были в каком-то состоянии, от них какие-то невероятные требования, а мужчина, вот, сам факт, не существовало. Так, а теперь, значит, получилась ситуация, что, оказывается, мужчины начали переживать, что вот, а что с нами не так, а почему с нами не хотят, а где ваш патриотизм, и женщины буквально чуть-чуть с цепи не сорвались, и они пишут, знаете, как бы нельзя сказать, что очень высокие требования, они говорят, это значит, что, друзья, вы хотя бы помойтесь, вот, то есть, ну, это уже немножко поддых, да, но то, что они говорят, что, да, относитесь к нам с уважением, да, вкладывайте и в свою внешность, и в свои отношения, не пренебрегайте нами, строите нам какие-то равные отношения, тогда с радостью, да, а вот, а иначе будем вот с хулио там танцевать и так далее, и так далее. То есть, конечно, это создало какое-то некое поле, некое движение и некий какой-то взрыв шаблонов, который до тех пор был достаточно однозначен, и, если говорить в футбольных термах, безусловно, как бы это некий, ну, игра в пользу женщин здесь. Ага, то есть, несмотря на, в общем, такое достаточно откровенное пренебрежение, которое было высказано московским комсомольцам, да, то это может, в общем, привести к каким-то, ну, по крайней мере, то, что это уже вот сейчас вызвало такой резонанс, да, и вышло в социальные сети, то есть, и что дальше? Ну, вы знаете, что будет, вы говорите, как будут развиваться события? Смотрите, я думаю, что, так сказать, Кремль и идеологи, да, национального строительства, титульной нации, вот этого всего, да, Россия, подъем с колен и так далее, они будут продолжать гнуть свою линию, и мы, вот я, например, замечаю, что он даже, смотрите, вроде он про женщин пишет, а тут он даже пишет, а также есть проституция политическая, взращиваются поколения, которые преклоняются перед иностранцами, будто туземцы, которые настроены на продажу всего и вся, то есть они пытаются провести вот какую-то мысль, что давайте, значит, да, так сказать, не поклоняться иностранцам, а также и любить друг друга, заниматься сексом из каких-то патриотических чувств, да, значит, ну, это понятно, как бы, на то она такая ситуация, да, теперь надо отдавать в этом отчет и видеть подоплеку этого московского комсомольца Бесерина. А что касается мужчин и женщин, я думаю, что это действительно для женщин очень большой шанс увидеть, как бы, да, как, что им важно, за что они могут себя ценить, и тот факт, что их выбор, он достаточно свободен, причем, Юль, честно сказать, я не думаю, что уж там прям так много женщин действительно вступили в какие-то там отношения, да, я думаю, что это никакое-то не массовое явление, но ощущение свободы, возможности выбора, возможности вот такого праздника и карнавала, ведь футбол, это как мужской карнавал, да, все радуются, пьют пиво, сидят, кричат и все такое, а это был карнавал и для женщин тоже, и мне кажется, в этом смысле это прекрасно и действительно, как сказать, русские женщины забили гол. Понятно, но, к сожалению, все-таки рост проституции тоже наблюдался там. Да, вы знаете, что это правда, и это вот, как бы, такая трагическая и темная сторона, действительно, таких вот массовых событий, к сожалению, когда есть вот какие-то такие международные мероприятия, всегда есть проституция, кстати, вот я недавно летал в Одессу по работе, и я вижу, знаете, полный самолет, просто, да, в глаза, тем не менее, 95% в самолете летит вот в Умань, да, вот все эти религиозные, как бы, паломничества, да, как бы где-то паломничество, а где-то и проституция, и я вижу, что вот на Украине действительно в этих местах очень много женщин приезжает, вот, так сказать, да, обслуживать вот эту вот, вот эту группу населения, то есть, и то же самое, конечно, происходит в России, да, это очень плохо и печально, но и тут ничего не скажешь, кроме того, я думаю, что, конечно, действительно для некоторых женщин ощущение небольших городов, а может и из больших, невозможность заработать нормально, невозможно ладить свою жизнь, невозможно найти действительно какого-то мужчину более-менее достойного, да, который там, вот, она, все эти возможности очень маленькие, и поэтому фантазия о каком-то таком иностранце, который вылезет, она тоже существует, да, мы знаем, что не всегда это хорошо кончается, но, как бы, да, и это как-то нельзя назвать в прямом смысле, там, проституции, но это действительно фантазия какой-то лучшей жизни, которую вот они таким образом реализуют, так что, безусловно, есть и темная сторона у этого, конечно. Да, ну, вот от этого к несколько других тем, вот мы сейчас слышали о том, что женщина, которая была убита в Тельмонде и похоронена, она была, по крайней мере, ее бывший муж сознался в том, что он это сделал, и вот, как бы, тут я хотела у вас, как у руководителя проекта «Индекс безопасности женщин», спросить о том, что, ну, вот мы слышим, к сожалению, такие истории периодические, очень редко бывает, когда происходит наоборот, ну, в общем, так сказать, здоровье и процветание всем мужчинам, разумеется, никому мы ничего не желаем, но это вот о чем говорит, то есть мужчины убивают женщин, то есть вот это отношение, так сказать, вот такое вот снисходительное, оно в конечном, как бы его крайняя степень, это, ну, это убийство женщины в результате, которое каким-то образом не соответствует, там, представлениям мужчины о том, как она себя должна вести и как она должна жить. Да, ну, вы знаете, Юля, да, я бы сказала несколько вещей по этому поводу. Первое, это действительно, я на секунду, хотя там, как бы, огромная разница, но я вернусь вот к футбольной теме, да, что вопрос, что с нами происходит, когда мы испытываем фрустрацию и когда, например, выбирают не нас или делают не по-нашему, да, вот если, например, так сказать, женщина в России чувствует, что вот на нее не обращают внимания, у нее нет там достаточно, я не знаю, там, да, никто не хочет на ней встречаться, она что делает, одевает там юбку, да, идет в спортзал, не знаю, там, да, работает над собой и, не знаю, ищет женскую энергию. Что делают вот эти вот мужчины в соцсетях сейчас? Они говорят, обольем ее зеленкой, побьем, так сказать, никогда с ней не будем, да, опозорим на всю жизнь. И крайняя уже степень, действительно, это убийство. То есть, мне кажется, что вот это вот ощущение того, что, так сказать, не положено, да, ты должна поступать, как я хочу, и я тебя убью. Опять-таки, конечно, никто не желает ни смерти, ни мужчину, и, более того, нет, никто не говорит, что все так, да, но, действительно, и, как бы, эти ситуации происходят, и в Израиле они происходят, к сожалению, постоянно, и, если говорить об индексе безопасности, то, действительно, очень многие женщины, даже, вы знаете, как бы, может быть, у нас единицы, которые погибли, но страх того, что это может случиться, есть у очень многих женщин, или страх, что тебя убьют, или страх, что тебя побьют, да, вот, и тут, на самом деле, печальная новость, что, например, физическая расправа в среде русскоязычных женщин, она в два раза чаще, они, да, были жертвами физической атаки со стороны своих близких, чем в среднем по Израилю, да, то есть у нас это происходит еще чаще, это очень важно об этом говорить, и, как бы, не считать, что это какая-то норма жизни, там, да, бьет, значит, любит, и так далее, и так далее, и, конечно, это доводит, да, да, может дойти, да, очень страшно, если у нас есть подруги, к которым мы подозреваем, что-то с ним происходит, да, или кто-то из знакомых, и так далее, очень важно поговорить и помочь, и как-то помочь женщине выйти из этого круга, хотя это часто бывает очень сложно. Да, то есть, ну, вот, да, вы говорите поговорить, но ведь очень трудно, наверное, убедить эту женщину, действительно, сделать какой-то шаг, да, напомню, пути к избавлению от этой... Вы совершенно правы, Юль, да, и это очень сложно, и, как бы, по нескольким причинам, да, во-первых, потому что ломая, как бы, создавая ситуацию страха, да, в семье, ну, например, муж или партнер, он ломает психику, и женщина уже сама не знает где, да, как бы лучше, и она может и чувствовать любовь, и привязанность, а вы знаете, а часто и действительно, как бы, да, любовь там все равно, она, как бы, остается и никуда не девается, это одно. А второе, ей дается ощущение, что она, как, беспомощная, без него ничего не стоит и так далее, и так далее. И третья вещь, очень многие женщины экономически зависимы, да, там, особенно если есть дети. И поэтому, конечно, мы, как, ну, прямо же, если говорить о рамках государства, то мы не можем сказать, знаешь, что, ну, вот пойди, там, хоть убежище на год, а потом делать, что хочешь, да, то есть, если, ну, знаете, как, давайте вот так скажем, да, если у нас человек погиб от теракта, да, то наша страна сделает все, чтобы, как бы, там, его семье, его близким, например, да, как-то помочь, если, и мы сделаем все, чтобы эти смерти предотвратить. Но я считаю, что мы недостаточно делаем, да, для того, чтобы предотвратить смерти женщин от руки их мужей и партнеров, например, да, построить какую-то более социальную помощь, какие-то квартиры, где они могли бы жить, дать им возможности экономически себя поддержать. То есть дело не только, да, в психологии самой женщин, дело, чтобы, еще в том, чтобы ей было куда уйти и где получить поддержку. Да. Ася Истошина, руководитель проекта «Индекс безопасности женщин», огромное спасибо. Спасибо вам, Юль, всего доброго. Всего хорошего, счастливо. Получаете пенсию в России? Ваша пенсия может прийти в срок и именно к вам кошелек, если вы воспользуетесь предложением от компании «Оз Москва Юникс» и «Шалом Москва» и оформите международную дебетовую карту «Мастеркард» в соответствии с уставом компаний. Информация по телефону 036910123 и 035102056. Исаба Гиров в Израиле с 6 по 18 июля. Звоните прямо сейчас. 077-33-222-33. Когда вы едете в Эйландс, Эгид, ваш отдых начинается еще в поездке. Найдите нас в Фейсбуке. Точно так же, как многие, отдыхают дороги я, потому что у Эгида грудь надежных рук. Торговая марка «Оболонь» поздравляет своих почитателей с долгожданным футбольным праздником. Смотрим футбол с безалкогольным пивом «Оболонь». Желаем вам приятного просмотра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Мы продолжаем программу «Резонанс». Субтитры подогнал «Симон» 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 В Израиле. Потому что посредством слогатного материнства большое количество и однополых пар, и пар гетеросексуальных, и отцов, и матери-одиночек, и израильтян, воспользовались этой возможностью за границей. Большого числа есть десятки, не сотни семей, и однополых пар, и не только, которые воспользовались этой возможностью за границей. В Индии, да, очень часто? Да. В Индии это было, потом это было в Таиланде, в Непале, в Соединенных Штатах Америки, в некоторых штатах, и так далее. Это очень дорого беловольство, это сотни тысяч шекелев, я могу подавить себе лишь состоятельные люди, вне зависимости от состава их семей, семьи и так далее. Дело в том, что вообще тут такой аспект. Во-первых, кроме того, что, в общем-то, вопрос о поправке, он обсуждался на протяжении нескольких лет. И было несколько по поводу требований внести поправки в очень старый закон, принятый еще в 60-е годы, включить в него возможность пользоваться услугами суррогатного материнства в Израиле, и матерей, одиноких женщин, одиноких мужчин и однополых пар. Это требование развалось на протяжении многих-многих-многих лет. И велась борьба не только по лоббированию этого вопроса, допустим, на комиссиях КНЕСТа и комиссиях Министерства, но и в суде, в Верховном суде, значит, было подано несколько исков. Вот семейная пара депутата Толливийского горсовета, Итай Пинкас, его супруг, ее аборат, у которых трое детей, которых они завели посредством солдатного материнства за границей, они подавали в суд, поскольку считали, что это несправедливо, что граждане в стране, семейные пары, однополые пары, люди, которые платят налоги, и служат в армии, и такие же равноправные граждане не могут получить эту возможность так же, как пара гидрофитуальная. И, как всегда, наш Верховный суд иногда по очень сложным вопросам не выносит однозначного ответа, как пелось в песенке «Вы не сказали да, милорд», или «Вы не сказали нет». Тут сказал, что действительно это несправедливо, и что да, в этом чувствуется, есть момент дискриминации, но это надо, законодатель должен решить эту проблему. Ну, то есть суд и хочет, наверное, оставить все-таки нашим законодателям какую-то возможность принять решение, да? Суд хочет дать возможность нашим законодателям принимать справедливое решение, по очень многим вопросам наши законодатели, к сожалению, не способны. Не всегда, не очень пользуются этой возможностью. В общем, таким образом были различные заседания комиссий парламентских и комиссий министерств социального обеспечения, и здравоохранения, и так далее. И очень многие депутаты, даже те, кто проголосовали против, вот, например, Аля Луф, он в ответ на очень трогательное и очень эмоциональное выступление Амира Ахана, депутата партии Ликуд, на недавнем, вот, последнем заседании, он фактически сказал, что да, я понимаю, что это не очень справедливо на данный момент, но так ты пойми, и так далее, и так далее, что, в общем-то, со временем этот вопрос будет, что он справедливым образом, но пока что, вот, хорошо, что мы внесли хотя бы такую поправку. То есть, даже тем неткам депутатам, которые проголосовали против, в общем-то, довольно ясно, что это вопиющая несправедливость, поскольку однополые семьи с детьми, и вообще, это данность, это большое количество людей в этой стране, это семьи, у них растут дети. То есть, это сегодня делать вид, что это какая-то тростепенная группа, незамечаемая, невозможная. Все прекрасно понимают, тем более, что в Кнессите на этой же комиссии, например, было два депутата, Амира Хана, у которого двое детей, которые таким образом тоже были заведены посредством институтов суррогатного материнства за границей. То есть, и депутат от партии «Сионистский лагерь», который голосовал против, и Цикшмуля, который также является представителем ГТО общины. То есть, сегодня, то есть, депутат, то есть, это решение, конечно, вызвало большой гнев. И тут дело ведь не в том, что очень много, если изучить более внимательно этот вопрос, и вообще, в целом, как осуществляется процесс суррогатного материнства в Израиле, об этом были публикации в разных газетах, мы выясним, что, в общем-то, совсем немного таких пар, не то, что желающих, очень мало, во-первых, немного женщин, которые дают согласие, очень много условий, критериев, чтобы быть суррогатной матерью, много очень, да, и однополная пара, гидрофессуальная пара, очень часто вынуждены обращаться за границей, ехать за границей, чтобы осуществить это. Дело даже не в том, сколько таких пар, дело в том, что вот эта вот поправка, она вызвала вот такую гневную реакцию, поскольку вот это почти законодательным образом впервые фактически прописывается дискриминация определенной группы населения. То есть фактически говорится, что да, и гидрофессуальные пары, и матери-одиночки, но вот только вот эта категория населения не будет иметь доступ к суррогатному материнству. И вот этот вот законодательный момент, то есть фактически законодательство вночится, обычно мы ожидаем того, что из законодательства будут изъяты какие-то в прошлом существовавшие дискриминационные меры, дискриминационные параграфы. А тут фактически в 2018 году, когда речь идет о том, чтобы наконец уравнять права разной категории, включая однополые пары, мы видим, что вносится поправка, в которой такая дискриминация закрепляется в 2018 году. И вот этот вот факт эмоциональный, он даже, ну и в практическом смысле, конечно, это не самое приятное явление, а оскорбительное, но вот такая законодательная суть, она очень-очень дискриминационная. И это, конечно, вызывает очень гневную реакцию. Да, вот даже то решение Министерства, по-моему, благосостояния, да? Да, социального обеспечения. Социального обеспечения, которое запрещало однополым парам усыновлять детей в России, если я помню правильно, да, и которое было потом отменено вследствие, так сказать, ну все-таки это тоже было на чиновничьем уровне, да? А тут вы говорите о том, что здесь речь идет о наших странников, да. Да, это была реакция, и это было, в прошлом году, если вы помните, была очень тоже гневная реакция представителей однополых пар, и семей, и ЛГБТ-комьюнити, и вообще многие депутаты выступали, это было действительно как бы некий документ, который он, да, чиновничьего такой, чиновничьего, как вы выразились. На данный момент просто у нас это поправка, так долго ждали поправки, что если уже исправлять какую-то несправедливость, и менять какое-то анахронистское анахронистский закон, который был принят в 60-е годы, не учитывавший тех изменений, которые произошли за 40-50 последних лет, и если уже вносить эти важные поправки, то не внести в том числе возможности доступа к свагатному материнству в Израиле и однополых пар, когда такой вид семей в Израиле, это данность, когда есть множество однополых семей, когда дети растут однополых семей, когда то есть есть, и это действительно выглядит именно в таком контексте, в законодательном в 2018 году, это будет очень-очень скверно, это выглядит очень-очень искреннеционно. Да, Гай, мы вот сейчас буквально через минуту поговорим о том, как сообщество, ЛГБТ сообщество реагирует на это, и что намерено предпринять, но я сначала хочу вас спросить вот о чем, само по себе вот это вот явление, да, вот суррогатное материнство, оно в общем, ну такое, так сказать, достаточно абивалентное, да, то есть очень многие женщины, которые на это идут, они идут на это потому что, ну потому что им нужны деньги, да, в общем, и поэтому это, собственно говоря, происходит в таких отсталых странах, хотя все равно это стоит огромных денег для... Когда мы говорим про Израиль, мы же не говорим об отсталых странах, то есть сейчас ведем речь о том, чтобы доступ был к суррогатному материнству в Израиле, а в Израиле это израильтянки, это женщины, которые сознательно, в соответствии с законом, решили на это, они прошли какие-то очень сложные, отсеивающие... То есть они это делают почему? Они, так сказать, это, есть ли здесь использование, на ваш взгляд, использование женщины вот как вот, ну, Юля, я не, я понял ваш вопрос, я не специалист, я не эксперт в суррогатном материнстве, я читал совсем недавно, года полтора назад, была большая статья в Идиотахранот, где около 20, по-моему, женщин, совершенно женщин из зальтянок, сабр, среднего уровня доставка, жительницы небольших городов, жительницы кибуцев и так далее, которые объясняют, почему они на этом, то есть, вот, видимо, не все так просто, что когда дело касается стран третьего мира, вот Индии, Таиланда, там где-то был развит этот институт, там действительно была очень серьезная проблема, поскольку речь идет о, в общем-то, женщинах действительно из бедных стран третьего мира, которые действительно вынуждены фактически торговать собой в какой-то степени, да, это другая история. Мы же, мы сейчас говорим о доступе к этому, к сургатному материнству, к этой сфере внутри Израиля. И тут еще один вопрос. Капустин, действительно, есть, кстати, и в самой ЛГБТ-комменте, и в теми низких кругах, между прочим, есть такое мнение, что действительно это, вообще, сам институт сургатного материнства, он упорочен, то есть, и это неправильно, и женщины, есть такое мнение, и очень многие выступы про это упорщены, но тут возникает вопрос. Есть только два варианта. Если этот институт сургатного материнства сомнительным, порочен, неправильным, то, значит, он должен быть отменен для всех. Ну да, а тут он, это сколько для родителей. Он может быть либо отменен для всех, либо доступен для всех видов семей, для всех семей, для всех граждан, которые имеют право быть родителями, имеют право иметь детей. Но не может быть, что он доступен всем или большей части граждан семей, а какой-то одной категории он не допустит. Это, об этом идет связь. Да, это понятно. Да, ну и вот у нас осталась буквально одна минута. Какие возможные могут быть действия ЛГБТ-комьюнити? Ну, сложно сказать. Ну, какие действия могут быть? Ну, акции протеста. Ну, на исходе субботы планируется еще одна манифестация, которая, как мы видели в прошлом году, допустим, достаточно большая, когда речь шла об усыновлении в Кириатом Мшала в Тель-Авиве, то есть возле городка правительственных зданий. Я думаю, что, к сожалению, как и во всех проблемах, связанных с изменением законодательства, с изменением каких-то дисконферационных параграфов, с внесением, с изменением ситуации, речь идет, это должно произойти... Есть два способа, да, судебное разбирательство, суд и законодательство. В данном случае богатство, да, то есть это против решения... Богатство. Богатство осматривало этот вопрос, потому что вот эта пара Пинка-Сарат однажды подавала, этот фиск осматривался, внятного решения не было по этому поводу, какой-то половинчатый, вроде за и вроде не за, и вроде не отдаем окончательный ответ. Я могу допустить, что кроме демонстрации это выпуск пара, естественно, ну допустим, я думаю, что будет, наверное, подан опять, как и все у нас происходит, при несогласии с законодателями будет подан иск в Верховный суд. Но мы все понимаем, что вообще, вообще, такого рода вопросы, изменения, трансформации, все это лежит в законодательной плоскости, КНЕС. То есть пока не произойдут изменения, так сказать, на уровне законодателя, пока той или иной группе не удастся, будет заставить, повлиять на законодателей, изменить их мнение и заставить их проголосовать или за какие-то законы необходимые, или вывести дисконвенционные какие-то параграфы из существующего законодательства, не будет. Это единственное поле, на котором сегодня можно работать. Гай Франкович, журналист и блогер, огромное вам спасибо, хорошего вечера. Спасибо вам. И наша программа «Резонанс» подошла к концу, звукоператор Михаил Лёльшванг, редактор программы Лена Русовска, я ведущая этой программы Юлия Цодок, желаем вам хорошего вечера, оставайтесь с нами на волнах КНРК. Счастливо. Только в Мании Аждода. Окорок на кости 29 шекелей за килограмм, стейк рёберный 42 шекеля за килограмм, салями киевская деликатесная Герц, 24,90 за батон, пастрома индюшиная 3,90 за 100 грамм, икра красная 29,90 за 140 грамм. В соответствии с условиями мероприятия. Салям шекеля. Уважаемые граждане, пережившие Холокост и члены их семей, приглашаем вас проверить все свои права и воспользоваться льготами. Проверьте свои права уже сегодня. Отдел по правам переживших Холокост Министерства финансов Израиля. Для подробной информации звоните. Звёздочка 5105. Эгит поздравляет школьников с началом летних каникул и дарит второй билет в подарок на ледовое представление «Щелкунчик» от государственного балета Санкт-Петербурга владельцам карточки «Равкаф» от «Эгит». Билеты по телефону. Звёздочка 3 2 2 1. Звёздочка 3 2 2 1. Родители. Летние каникулы не освобождают от ответственности за детей. Дети не посещают детские сады и школы, и поэтому они больше подвержены опасности. Сделаем их каникулы безопасными. Например, помните, что летом температура воздуха в закрытом автомобиле достигает 70 градусов по Цельсию. Не оставляйте малышей одних в автомобиле ни на секунду и не закрывайте его, прежде чем убедитесь, что в нём никого нет. Министерство просвещения подготовило специальную программу по охране и безопасности детей. Наберите в гугле «Бетухим быкаец». Да, летние каникулы не освобождают от ответственности за детей. Министерство просвещения. Торговая марка «Оболонь» поздравляет своих почитателей с долгожданным футбольным праздником. Смотрим футбол с безалкогольным пивом «Оболонь». Желаем вам приятного просмотра.